Внеземная цивилизация Внеземная личность в музыке, в музыкальном искусстве Когда моя дочка была совсем маленькой Она говорила, что у мамы есть два принца Папа и Антон Шароев Для меня он всегда оставался молодым человеком Человеком, который действительно очень любил музыку и очень любил жизнь Вот такой скромный, какая-то внутренняя тишина Такой спокойный человек Таланты, они, конечно, всегда и скромные люди Как Христос говорит Научись от меня к ротости и смирению И вот как не было такого человека на Тюменской земле Так и не будет никогда И все это осознают, может, чуть позже Кто, может, не до конца оценил нашего маэстро Антон Георгиевич Шароев Это удивительное явление Последних нескольких лет в моей жизни Бог своим гением Как правило, дает недолгую жизнь А Шароеву дал Гений – это счастье человечества А счастье обязано быть кратким Возникает вопрос Почему же гению Шароеву Бог дал долгую, творческую, азартную, вдохновенную жизнь? Мой ответ Мне кажется, Бог просто заслушался Субтитры создавал DimaTorzok В этом зале 21 сентября Мы должны были дать концерт Он как генеральная репетиция шел Перед Мариинским выступлением И Антон Георгиевич с нами Занимался очень много часов В этом зале Мы все сидели вокруг Антона Георгиевича Вокруг маэстро И работали Работали, как я уже говорила Над каждой нотой Часами Даже в день концерта Для него не важно было Пройти всю программу просто Сначала до конца Он готов был одним произведением Или с одним тактом работать Очень долго Добиваясь результата Потому что маэстро считал Если я добьюсь результата Вот в данном месте Это все отразится в дальнейшем На всем произведении И на всем концерте Антону Георгиевичу, вы знаете Ему было уже тяжело работать Именно 21-го Потому что он заболел Мы этого не знали Насколько ему тяжело было Но он с 12 часов До 7 вечера Он работал И только в 7 полседьмого Было объявлено Что концерта не будет Представляете? И это была Практически последняя репетиция Перед тем Как вот маэстро Не стало Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, Антон Георгиевич был артист С большой буквы И как любому артисту Ему нравилась сцена Он себя здесь чувствовал Прекрасно, превосходно Он ждал этих концертов Выступлений Дело его жизни Музыка Он просто выходил Сразу же И на сцену Не было так, чтобы он стоял Смотрел на публику Или с кем-то разговаривал Нет, он готовился И выходил Причем у нас репетиции были До последнего Мы еле успевали переодеться В концертное платье Своей надеть И выйти уже на сцену То есть до последнего Каждую минуту Он использовал на репетицию Субтитры создавал DimaTorzok Мне задавался вопрос Почему духовная музыка Да потому что Вся классическая музыка И с ее начала Идет через собор Через церковь в России Через собор Через католический собор Через православие В каждом человеке Существует что-то Связывающее вас с небом Даже в очень плохом Преступный мир тоже Верит в Бога И перед ним На коленях Просит пощады Субтитры создавал DimaTorzok Так случилось, что я Другой музыки Никогда не играл Хотя меня приглашали Чазуху поиграть Еще что-то Но я никогда Даже в таком Можно сказать Детском возрасте Я Тянулся только К истинной музыке К высшей музыке С тех пор Прошло так много лет Я продолжаю жить Этой музыкой Никогда не передавал ее Никогда на дешевку Никогда не пускался Я старый черт И я все к Всевышнему обращаюсь Служу Отечеству И служу всему остальному человечеству В высшей точке понимания Могу еще раз подтвердить Да, я верую Я верую В Христа Я верую В Его мучения В Его жертвоприношения Я знаю, что Он был предан Своими учениками Предан в худшем смысле слова Но это ничто не может повернуть В обратную сторону Христос Воскресе Воистину воскрес И вся великая музыка Великих композиторов Она говорит об этом Она не меняет адресат Адресат там наверху Он верных храмов Своё царство зовет Чтобы дать им мир вечный Там слезы и горе Блаженством предстан И радость Там ждет их безмерная И радость там ждет их безмерная Он верных храмов Он верный И радость там верных И радость там верных И радость там верных Эта медаль Учрежденная святейшим патриархом Кириллом дается за заслуги в области просвещения, образования, культуры, воспитания. И вот вы, дорогой маэстро, показали нам пример вот этого служения в образовании. Я хотел бы вам вручить золотой медаль святителя Филофея Митрополита Товольского. Наши встречи были на творческой основе. Он приезжал в Тобольск, рассказывал о своих планах. И вместе, вот общаясь, появилась мысль сделать особые вечера, предрождественские дни, и назвать их христианское благоговение. То есть весь христианский мир, он благоговеет перед Рождеством, перед пришествием мира Христа Спасителя, где его оркестр, великолепный оркестр, исполняет классическую музыку. И в этом же программе включаются песнопения, исполняемые учащимися православной гимназии, семинарии на духовную тему. ПЕСНЯ И насколько он проникновенно к этому относился. Ведь мы знаем, что и великие композиторы, и Чайковский, и Рахманинов, они в своем творчестве уделяли внимание и духовным песнопениям, и народным песнопениям. И вот с ним работая, я почувствовал, насколько он болеет душой, радеет вот за такое музыкальное просвещение народа. Как он потом делился своим впечатлением с митрополитом Иларионом. Он даже так сказал, когда пели гимназисты, они поют, как ангелы, ангелы поют. То есть вот такое его поэтическое высказывание. ПЕСНЯ Вот запал такой образ, очень характеризующий. После концерта как-то он попросил встречу. Я увидел вот такой скромный, какая-то внутренняя тишина, такой спокойный человек. Подошел, он благодарен. Я думал, все-таки услышать его впечатление. Ну, может, где-то мы смазали, ну, что это, ну, гимназисты, ну, что там. Он говорит, великолепно, очень было благоговейно. Прямо так вот так говорит, говорю, ну, как пастырь, прям такой вот душевный, как успокоение такое. Давайте продолжим. Таланты, они, конечно, всегда и скромные люди. Вы знаете, прямо как Христос говорит, научись от меня кротости и смирению. Антон Георгиевич Шароев Это удивительное явление последних нескольких лет в моей жизни. Я давно знал и о нем, и о его братье. И я знал о нем, что он работал в Киеве, и работал с камерным оркестром. И достигал очень интересных результатов. И я знал, что он в Тюмени. Уже далеко не первый год, даже не первое десятилетие. Но когда мы познакомились с ним и заговорили о русской музыке, мы как-то быстро очень друг друга услышали. И мы подружились очень. И он молодец, что выбрал Тюмень. Можно было жить в Москве, в Киеве или в Петербурге. Вот он репетировал у нас в Петербурге. И я тихонько прокрался на репетиции. Он не знал, что я наблюдал за репетицию. Он так спокойно, настойчиво, внимательно очень готовил оркестр к концерту. А что особенно удивительно, что он и по крови, и по духу предан идее и пропаганде творчества великих русских композиторов. Особенно в данном случае мы говорим все время об Антоне и Рубинштейне. Я дирижировал демоном много раз. Я сам. Многие ведь забыли, какие потрясающие мелодии принадлежат Антону Рубинштейну. Я хочу, чтобы он осуществил эту работу, постановку оперы «Христос» на сцене Мариинского театра. Это будет и наша дань творчеству гениального мастера, и его. Для него это жизненный приоритет номер один. Главной мечтой Антона Георгиевича было то, чтобы опера «Христос» прозвучала на сцене Мариинского театра. И он меня попросил, если случится такое, что он уйдет из жизни, чтобы я привезла и передала эти ноты маэстро Георгиеву в Мариинский театр. И чтобы он сам поставил эту великую оперу. Я это сделала, передала все партитуры маэстро Георгиеву. Надеюсь, что эта мечта существится. Мариинский театр Я уже, будучи мальчиком, узнал, что я являюсь правнуком Антона Рубинштейна. Родился я ровно через сто лет после него. И мой отец меня назвал этим именем и таким образом закрепил нашу фамильную тайну, которая стала явной. Рубинштейн, величайший музыкант всех времен и народов, открыл всю музыкальную жизнь России профессионально, открыв консерваторию. И русское музыкальное общество – это его два открытия в пользу русского народа. Музыкальные колоссальные подвиги его. Я нашла фотографию, вот посмотрите, слепок руки Рубинштейна находится в музее-консерватории Петербургской, а это рука Антона Георгича, и она совершенно, видите, как совпадает. Я вам сейчас покажу вот такой вот клавир, большой, но здесь редакция Антона Георгича, то есть это не вся опера. Антон Георгич сократил ее. Сама опера длится где-то три с половиной часа, но в нашем исполнении она звучит двухчасовой. И несмотря на все моральные запреты, которые существуют в мире, не трогать композиторов великих, оставлять их музыку в том виде, как они написали, не трогать. Но тут я решился и кромсал беспощадно. Но результат стал невероятным по всей мощи, что рыдали мужчины слезами очищения. А если взяли Чайковского, когда это было, то там толпа более около двухсот человек стояли, ждали меня. Ко мне подходили, целовали мне руки, как будто я, так сказать, священник, священное лицо. Редко встречаешь людей после концерта плачущих, которые подходят, допустим, ко мне со словами, кто привез это чудо. Могу вам смело сказать, что как выглядела музыкальная Чумень в концертном зале Чайковского, такого за всю историю Чумени я не помню. О слепцы, где же видеть вам властью Бога я это свершил? Я сделал то, что я был обязан сделать. Я вернул место человеку, который всю музыкальную культуру России сотворил. Я ее открыл, занимаясь этим в течение 16 лет. Мы выезжали в Германию, в Берлине, в этой библиотеке, расположенной на унтерден Линден, в центре Берлина самом. В единственных экземплярах лежала эта опера «Христос». То Рубинштейн, забирший в Христа, вскоре умер. Он попал в жуткую ситуацию, когда чахоткой заболел его младший сын. И он находился на грани полного психоза, сумасшедствия. Он поехал в Германию. В одиночестве полном прожил почти год и писал эту оперу. Эта трагическая ситуация его привела к обращению к небу. Когда мне было 11 лет, тоже умирала туберкулеза легких маленьких мальчиков. Отец метался по балкону, понимая, что я погибаю. А мама выслушала доктора Гиндаса, вот такой великий врач, в Баку жил. Именно детский врач. Он меня и спас, придумав специальное лекарство для меня. Когда я через какое-то время, через три месяца очнулся и стал уже, мог что-то сказать и что-то хотеть, я попросил маму, дай мне скрипку. И полулежа в кровати я стал играть на скрипке концерт Мендельсона. Меня спасла музыка. И дальше вся жизнь была связана до сих пор. Я живу в музыке, классической музыке, духовной музыке. Поэтому мои программы, которые больше 20 лет назад я появился в Тюмени, связаны с духовной музыкой. Давайте замечательный коллектив. Еще раз начнем эту же самую штучку, только в два раза быстрее. Пожалуйста, пожалуйста. Этого коллектива вообще не было. Даже в проекте меня пригласил Бирман. Начали знаменитые 90-е, качали нас всех хорошо. И в трудные минуты, когда все разваливались, в Москве всюду коллективы пропадали. Было тяжелое время, так сказать, перестройки. Когда-то замыслившие вот эти фестивали, фестивали Алябисской осень. Он приехал в Москву и в той организации, где я работал, российский Росконцерт, называвшийся тогда в Москве, обратился к начальству и к знатокам этой организации. И все они предложили взять для открытия Алябисской осени меня с моим оркестром московским. И открытие первой Алябисской осени состояло с моим участием с этим оркестром московским. Потом он мне позвонил и сказал, я буду делать, открывать симфонический оркестр в Тюмени. Возьмешься, Павлович? Я говорю, давай сделаем эксперимент. Состоялся конкурс. Ну, что-то типа конкурса, потому что развитие музыкальной жизни в то время в Тюмени было очень сомнительным с позиции столичной. Стало ясно через некоторое время, что не хватает квалифицированных музыкантов для создания симфонического оркестра. Абсолютно не хватает. Ну, и это как-то переросло в идею камерного состава. Это женский коллектив, что уже сама по себе включает в себя и опасность, и прелесть. У меня было несколько серьезных очень коллективов, которые один из них вообще разничал даже с коллективом в Варшаве, особенно в 14-й симфонии Шостаковича. На такси его новая молодая жена привезла его ко мне на репетицию. Шостакович выслушал, попросил у меня партитуру, это 14-й симфония. Он внес мне три правки в партитуру, сказав, что он был превосходно разобраться. Спасибо вам громадное. Я хотела бы вам показать фотографию Антона Георгича, где он исполняет здесь с Московским оркестром камерной музыки на третьем международном фестивале современной музыки в Берлине. Это 71-й год. Но когда была премьера этого сочинения, а здесь звучит симфония Шостаковича номер 14, это симфония смерти, сам Шостакович отправил телеграмму маэстро. Он не смог приехать вечером на концерт, и я перед самым началом концерта получаю телеграмму от Шостаковича, где он не пожеланий всякие, восторженные высказывания. И на следующее утро мы все получили право вылетать в Германию, в Берлин. Улетели. И через два дня был фантастический успех, имел 14-й симфония Шостаковича там. И вот это его благословение осталось. И самый феноменальный успех в моей жизни случился там, на этом концерте. Публика меня вызвала 14 раз на поклон. Такого у меня близко никогда не было. В России до него создал коллектив камерный, первый в СССР, только Рудольф Большай. А вторым был как раз маэстро Шаруев, Киевский оркестр. После этого у Антона Георгиевича еще было пять коллективов московских. Потом уже седьмым коллективом стал наш Тюменский оркестр. Переворот произошел в культурной жизни нашего города. Огромный след оставил Антон Георгиевич в культуре. Мы здесь нашим коллективом исполняли забытые произведения, неисполняемые, которые нашел Антон Георгиевич, обнаружил и поставил знамя. Пашкевича в Санкт-Петербургской гостиный двор. Это комическая опера. Фомин, естественно. Музыкальная драма «Орфей». Это Бортнянский алкит опера. На первом месте у него музыка была, только музыка. Своё предназначение он видел. Открывать, делать открытия, он первооткрыватель. Делать открытия музыкальные. И, конечно, не просто как теоретически открыл, нашел ноты. Но и практически он хотел исполнить эти произведения. И он это всё сделал. То, что он нашёл, все произведения были исполнены нашим коллективом тюменским. Вот удивительно, да? Не московскими, не питерскими, не какими-то другими выдающимися оркестрами, а именно с нашим коллективом, который он организовал, который он создал и развивал. Да, вот последние репетиции, которые у нас были, там, по-моему, на четвёртом или пятом, я не помню, какой там этаж у них в этой репетиционной комнатке, он приходил на репетицию, он очень сгорбленный был, говорил очень тихо, приходил, мы здоровались со мной обязательно. Он за руку говорил, потом что-то говорил. Я напрягал слух, потому что я не слышал. Потом музыкантам делал замечания. Очень тихо-тихо, ну просто, вы знаете, как... Дух выходит из человека, начинаются репетиции, он как начинает дирижировать, такая внутренняя появляется энергетика, он машет рукой, потом говорит, сильней, сильней, сильней! Потом останавливает что-то не так, опять, опять что-то говорит, 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 потом опять начинает. Я так, я сижу от них два метра, думаю, откуда что берётся? То есть, я понимаю, для него, он жил в этой музыке, он жил в этой музыке. А я вот, мы пять-шесть часов сидим, и ещё рот, до нас, до текста не доходит. Он, я думаю, когда, когда, в Маринку уже надо ехать, у нас ящикон не валялся, но он пока не вышкалит, пока это не отточит, он никого не отпускает. У меня было, что же, сострить, я бы сказал, любая репетиция для меня – праздник, но этого, это неправда. Тюмень, я здесь, если могу, даже чисто свидетельствовать, потому что я здесь родился заново, потому что, конечно, я имел коллективы, созданные в Москве и в Киеве, но оказался последний мой экземпляр, пришёл ко мне, я имею в виду оркестр, в Киеве-Минске. Наоборот, в жизни моей открылась главная тенденция. Я понял, какую я должен музыку играть. Юля, дай наши планы. Юля, у тебя нет этих планов? Я ежегодно даю 15 разных программ. В этом зале из них 8 идёт, и семёрка потрясающей музыки высшего класса идёт в Большом зале Куляевском. Итого 15 разных программ, которые наполнены высшей музыкой, которая существует на свете. От Баха до современности, до Шостаковича, до экспериментальной музыки. Это делаю, но я знаю, что Баха я трактую наилучшим образом. Баха я трактую наилучшим образом. Вы сами понимаете, что когда тебя заброшенного в Тюмень награждает за твою деятельность президент страны, я служу больше не в России. Через классическую великую музыку, созданную самыми большими музыкальными гениями мира, независимо от национальности и времени, когда они создавали ее, через эту музыку я веду просветительскую деятельность для русского народа. Я не знаю, как мне перевести понятие духовная музыка, что она воспитывает. Она не воспитывает. Есть люди, которым она нужна, есть люди, которые безразличны, чем они только хотят тро-ля-ля, танцевать, петь, считают, что развлекательная музыка главная. Духовная музыка. Это то, что стоит над. Даже анормальные люди могут воспринимать музыку как духовную потребность. Анормальные люди. Это другой мир. Это не обязательно они должны молиться Богу, чтобы дал им эту музыку. Вот в подсознании многих музыкантов говорится так, Бах – это Бог. И я знаю вот этих детей, которым я играл Баха, которые начали рисовать какие-то фантазии свои. Я отдаю то, что мне дано Богу, у меня здесь какой-то силы есть во мне эти. Я отдаю, миссию несу, какой я великую, я несу миссию. Миссию – это слишком звучное слово. Ава Мария, Франца Шуберта – это последнее сочинение, которое маэстр Антон Шароев сыграл на скрипке в своей жизни. Когда моя дочка была совсем маленькой, она говорила, что у мамы есть два принца – папа и Антон Шароев. И вот так получилось, что, ну, наверное, главный принц в моей жизни умер. С 98-го года я его знаю с того самого момента, когда он приехал в Тюмень. Я тогда еще училась на втором или третьем курсе училища. Конечно, бывало у нас всякое, бывало, может быть, и слезы, и скандалы. Но этот человек, которого я действительно очень люблю, и, может быть, даже больше, чем люблю, он никогда не был для меня просто стариком. Для меня он всегда оставался молодым человеком. Человеком, который действительно очень любил музыку и очень любил жизнь. И именно это ему и продлевало жизнь, это ему и давало силы. И действительно, я считаю, что он достоин книги рекордов Гиннеса. В 92 года он не только дирижировал, но он играл сольные концерты на скрипке, играл сложнейшие камерные сонаты. А скрипка – это действительно один из самых сложных инструментов. Я, конечно, знаю маэстро очень близко, потому что мы одно время очень много гастролировали к нашим ансамблям барокко. И по разным странам, и во Франции были, в Ницце, в Монако, это в Германии, в Испании. Ну вот вспоминается такой момент, как мы идем по одной из главных улиц Парижа. Ну, Шарову в это время уже больше 80 лет. И вдруг он начинает танцевать. То есть идет, и это кружится, и подпрыгивает. То есть что-то такое балетное, какая-то такая радость. Невероятная у него была, вот то, что он из Парижа. Он всю жизнь мечтал съездить из Париж, и у него получилось это так уже на склоне лет. И вот я вот помню, вот его вроде бы пожилого человека, который совершенно радуется жизни, и что вот люди все на нас оглядываются, что же такое это происходит. Помнится одна такая из последних репетиций в мае этого года, вот ему стало нехорошо. Мы вызвали прямо на репетиции «Скорую помощь». В это время мы играли какой-то концерт для органа с оркестром. И Шаров такой мне говорит, Маша, ну ты только не расстраивайся, ты не плачь. Мы с тобой обязательно еще сыграем на небесах. Это был 99-й год. Я, как и все, пришла прослушиваться в оркестр, который уже существовал. Но был, первоначально планировали симфонический оркестр создать. Но Антон Георгиевич остановился на камерном. Конечно, мой учитель с большой буквы, естественно, он дал мне многое в этой области музыкальной. Не только мне, вы знаете, он с нашим коллективом работает и работал уже, и всех обучил. Это профессионализм, естественно, это тонкое ощущение музыки, стиль. То есть Антон Георгиевич слышал не просто, а слышал совершенство какое-то, как должно быть. И нас обучало этому каждый такт. Мы отрабатывали, может быть, даже и часами. Только из-за маэстро это все существовало на таком высочайшем уровне. Я папочку помню с раннего детства. Он всегда улыбался мне, всегда приносил какие-то подарки. И называл меня Косенька. Я начинала на рояле. Года четыре мне было. И через год, где мне было шесть лет, я сказала, я хочу играть на скрипке, как папа. И меня отдали. Я закончила Нессинскую одиннадцатилетку. Папа тут уже со мной занимался вовсю. Просто очень строгий был учитель у меня. Но у меня в это время открылся голос. И я говорю, я хочу все-таки попробовать петь. Ну, а потом уже, когда уже он стал в Тюмени, я почти каждый год здесь бывала. Пела разные оперы, где мой отец был первооткрывателем. Бортнянского «Алкит». Потом «Христа». Я с ним была все время. Во всех поездках я пела две партии, самые такие драматичные. И когда он был в Тюмени, а я в Москве, каждый день по многу раз мы перезванивались. И по WhatsApp смотрели друг на друга. И когда ему было грустно, он смотрел на меня, я его старалась подбодрить. И он сразу начинал улыбаться. И так это было все хорошо. И когда ему было весело, то мы даже так... Говорил, сейчас мы находимся в кафе. Что-то такое мы отмечаем. Бери бокал. И я бежала с собаком. Ну, вот это тоже, это прекрасные были воспоминания. Он был со всеми своими детьми. Он обожал всех своих дочерей. Это действительно так. И внуков. Те, которые очень талантливые дети. И уже в ряды многих конкурсов. Это дети моей младшей сестры Марии. Она у нас модельер. Наша средняя сестра Наталья тоже очень талантливая пианистка. И вот просто и папа с ней выступал. Ну, я выступала с ним во многих странах. И в ансамбле барокко. Очень много воспоминаний. Просто и прекрасных воспоминаний о папе. И последний раз я с ним выступила на его юбилее 90-летие. Я пела персидскую песню Роберт Штейна для него. И сегодня тоже я спою ее для него. Роберт Штейна 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 для него. Это о существе творчества и музыки особенно, полстранички. Потом, когда надо было книжку уже делать, я придумал заголовок «Смычок Шароева». Маэстро приглашал на все концерты, на все свои концерты. И очень обижался, когда не случалось и не получалось. Я в то время приучал свою старшую внучку к филармонии. Ну и почти приучил, и вдруг выясняется, что у Ани любимый инструмент – скрипка. Посмотрели программу «Большой филармонии», но там ничего нет. Я вспомнил, да боже мой. У нас же есть великий скрипач, более великого на просторах Европы и Азии. Нет. Ну и я ему позвонил. Я хотел, чтобы он сыграл сентиментальный вальс. Мой любимый опыск Петра Ильича Чайковского – сентиментальный вальс. Он меня огорошил. Говорит, я никогда не играл и не играю. Но я, говорит, могу сыграть вам, ты же с внучкой собрался, меланхолическую серенаду. Тоже Петра Ильича Чайковского. Мы пришли, и он сыграл меланхолическую серенаду. Но в программе же ее не было. Он сыграл. Это великая вещь. Аня была в восторге. Потом Антон Георгиевич позвал органистку Машу. И они вдвоем сыграли еще, он, значит, на скрипке, Авиа Марию Моцарта. Ну, это был фурор. Никто из публики ничего не заметил. Только очень строгая ведущая концерта. Ну, все время стояло в недоумении этих вещей. Не было в программе. Бог своим гением, как правило, дает недолгую жизнь. А Шароеву дал. Гений – это счастье человечества. А счастье обязано быть кратким. Возникает вопрос, почему же гению Шароеву Бог дал долгую, творческую, азартную, вдохновенную жизнь? Мой ответ. Мне кажется, Бог просто заслушался. Я его нашел, обнаружил, что есть такая фамилия в истории. Тюменской истории. Находясь здесь, никто этому не придавал никакого значения. Но мое любопытство привело к тому, что… Любопытство, и я привык находить шедевры, усопшие навсегда, пролежавшие иногда по несколько столетий. Неожившие. И это как бы стало моим долгом делать открытие. Когда я выяснил, что есть такой композит в истории русской музыки, и я волей судьбы оказался в Тюмени, и здесь был гениальный сын Пушкаря, я заинтересовался и сумел найти эту музыку. У меня достаточно опыта, чтобы оценку сделать без чужой помощи, что и кто есть кто. Здесь сколько людей связано с Тобольскими, никого никогда это не интересовало. Я вот пришелец, который заинтересовался, я открыл выдающуюся музыку. И когда я познакомился с актерским творчеством «Орла», драматический его голос и его глубина, с которой он это все решает, и пафос, который здесь нужен, появился актер, который это может восприятие вести на высоком уровне. Это фактически выброшенная в течение двух с половиной столетий русская музыка. Я это вернул с помощью «Орла» тоже. И вот, врага, вярчь на смерть, скричай, смерть! О, ужас! Ну и вот, бояние воскрепещет! Вот вы знаете, я сейчас вспоминаю Антона Георгиевича. Последняя буквально репетиция у меня до сих пор звучит. Это замечательная музыка Фомина, которая Антон Георгиевич, она забытая. И Антон Георгиевич говорил, что это гениальная музыка. Мне кажется, это человек внеземной цивилизации. Мне кажется, он не очень оценен, может быть, и будет ли, не знаю. Но вот эта династия Шароева, отец был профессором Бакинской консерватории. Я видел, как боготворят эту личность. Потом сам Антон Георгиевич, его брат, дочери, сейчас внук. Но это, конечно, галактика. Познакомились, по-моему, в нулевые годы. Начинаем разговор. Он говорит, Володя, я хочу, чтобы ты у меня прочитал с оркестром Лермонтова. Я буду ставить демона. Я говорю, Антон Георгиевич, я никогда не читал с оркестром. Я говорю, я очень сомневаюсь, что это правильно. И он начал меня убеждать. Ну, я дал добро, потом началась работа. И, конечно, я благодарен ему, что вот это, что я открыл для себя как бы вот новую такую грань. Это вообще очень интересно читать. Но поздно. Слышу вопль супруга. Все пропало. И, конечно, в работе он был очень требовательный. И, конечно, в первую очередь к музыкантам. Я не очень понимал, что он от них хочет. Так как я не очень большой специалист в этой области. Но что он, какой он требовательный? Вы знаете, он приходил в 12 часов на репетиции, она с 12 до 6. Он не вставал с кресла, со стульчиком. Шесть часов сидя, шесть часов. Музыканты отложили скрипку, вышли, там, я не знаю, по телефону. А он шесть часов, шесть часов. Начало седьмого. Юля говорит, Антон Георгиевич, 15 минут седьмого. Он говорит, что ты меня перебиваешь, да? Она говорит, ну, людям в садик надо ребятишек забыть. И это каждый раз, это каждый раз. Это такая трудоспособность. Мне до сих пор трудно оценить, но я считаю, это все равно внеземная. Говорю опять же, повторяюсь без пафоса, это внеземная личность. Вот в музыке, в музыкальном искусстве. Музыканты отложили скрипку, вышли, там, я не знаю, по телефону. Музыканты отложили скрипку, вышли, там, я не знаю, по телефону. Музыканты отложили скрипку, вышли, там, я не знаю, по телефону. Это какой-то даже музыкальный рыцарь в нашей Тюмени. И он как бы и жизнь свою закончил буквально на сцене. Тюмени уже не провинциальный город в плане музыки. А вот благодаря таким личностям, как Антон Георгиевич, мы уже вышли на мировой уровень. Он гений, он чудо. Маэстро Шароев один из последних магикан, человек, который посвятил огромный пласт своей жизни Сибири. Блестяще возглавлял камерный оркестр, и мне посчастливилось с ним играть и быть знакомым. Те мгновения, которые мы с ним общались, это были такие чарующие, запоминающиеся минуты для меня. Я уверен, что и оркестр камерный, которым руководил маэстро Шароев, будет процветать, и большой оркестр будет тоже процветать. Я в этом не сомневаюсь, жизнь должна продолжаться, но память об этом выдающемся абсолютно человеке останется в моем сердце. Я уверен, что в сердце каждого, кто бывал на его концертах здесь, это действительно патриарх нашей великой русской дирижерской школы. Это огромная удача то, что в Тюмени жил маэстро Шароев. Жизнь Антона Георгиевича – это по-настоящему дивное путешествие с удивительными событиями, знаковыми встречами, безграничным талантом и миром музыки во всех ее проявлениях. Антон Георгиевич с его яркой харизмой, с его огромным интеллектом, ведь он нес искусство музыки в массы и таким образом привлек тысячи слушателей не только в нашем регионе, но и по всей стране. Ну а после феноменального выступления духовной оперы «Христос», партитуру которой Антон Георгиевич самостоятельно и с удивительной точностью нашел в Германии, слава о камерате разнеслась по всему миру. Безусловно, память об Антоне Георгиевиче останется в сердцах не только наших жителей, но и на мировом уровне, потому что значимость этой личности тяжело переоценить. Память останется в наших сердцах навечно. Тюмень. Я здесь родился заново. И могу признаться чистосердечно, я счастлив, что это случилось, что я приношу определенную пользу здесь, что я встретил здесь молодых музыкантов, которых воспитал. Тюмень потенциально очень богат и артистами, и музыкантами, поэтому у нее большое будущее. Это не Тюмень прошлого. Новая Тюмень – это современный город, поэтому Тюмень действительно, я не могу сказать мать городов русских, но что-то в ней заложено, какая-то особая энергетика. Поэтому я верю в будущий расцвет вообще всей культуры. Поэтому моя вера в Тюмень остается. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok